Детективы, исторические любовные романы и фантастика. Так выглядит рейтинг популярных литературных жанров у россиян. Также все чаще читают русскую классику, книги о здоровье и красоте. По версии социологических опросов, самыми популярными современными авторами остаются Сергей Лукьяненко, Александра Маринина и Борис Акунин. Не забывают и про классиков самые читаемые Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Вильям Шекспир и Агата Кристи. Мы спросили у белгородцев, какие книги они читают, как часто и читают ли вообще. В основном я читаю фантастику или детективы? Нет, не читаю. Читаю фантастику. Кломаны, любовные. Классику нашу люблю. Только книги, которые связаны с чем мы читаем, а так нет. Мнения разделились. Половина опрошенных читают редко, а некоторые вообще не берут книг в руки. К последней категории относится молодежь. Но в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке уверяют, читающих школьников и студентов становится больше. У белгородской молодежи пользуются спросом классика, детективы, романы, фантастика и, конечно, модная литература малоизвестных современных авторов. Сейчас очень много читают классику. В основном это Брэдбери интересуют. Это Дина Рубина, Мураками из зарубежных писателей, Акунина очень многие читают. Спрашивают также и классические произведения отечественной литературы. Узнать о предпочтениях молодежи помогают различные акции, которые проводят в библиотеке ежемесячно. Так опрос читателей «Заветная книжная полка» стал уже традиционным. Суть акции состоит в том, что любой читатель, посетитель нашего отдела и вообще библиотеки может поделиться своей любимой книгой, либо книга, которая его потрясла, написав ее название и автора на специальном бланке и опустив его в стеклянную колбу. Планируем поставить выставку, с которой каждый сможет ознакомиться. Может кто-то найдет интересную книгу для себя. Интересно будет, что читают другие люди. Чтобы привлечь внимание к печатным изданиям, а не электронным книгам, в библиотеке проводятся поэтические вечера и встречи с белгородскими писателями. В марте у нас также запланирован цикл литературно-музыкальных вечеров. В апреле в рамках недели книги для молодежи пройдет также огромный цикл вечеров, акций, встреч с различными писателями, как молодыми, так и уже достаточно именитыми. Мы не обойдем стороной. Достаточно масштабное событие «Библионочь-2015» и тема «Библионочи-2015» «Открой дневник, поймай время». Сейчас Россия не самая читающая страна. Согласно мнению экспертов, наши соотечественники тратят на чтение в среднем семь часов в неделю. Тройка лидеров выглядит так. Индия, Таиланд и Китай. В этих странах люди читают в среднем 10 часов в неделю. А самой востребованной книгой в мире остается «Библия». Олеся Веденеева, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.